Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. ОО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ОО «Экопласт». Мы вернули прошлогодние цены. 20-21-22 достаточно тяжелые и связанные с пандемией, связанные в настоящий момент с объявлением частичной мобилизации. В России сложная ситуация, которая, конечно же, может рождать ощущение тревоги у всех людей, кто так или иначе задействован в этом. И даже тех, кого это не касается непосредственно, тревожится, потому что они нормальные люди. И они оценивают, они анализируют, они сопереживают. Это хорошо. Но если сопереживание, уровень тревоги перейдет к какой-то определенный предел, то может развиться невротическое расстройство, тревожное расстройство, панические атаки, ну и все, что связано с неврозами. Выход из тревоги в какое-то болезненное состояние может произойти. И даже незаметно для человека. Поэтому, если слишком много сторон вашей жизни нарушены, может быть, стоит обратиться к специалисту. Есть ли какие-то тревожные звоночки, которые может у себя отметить сам человек, выявить, которые первые признаки того, что какая-то нестабильность его психики? Такие звоночки, конечно, существуют. Напряжение, напряжение чисто физическое. Человек вдруг начинает ощущать, что тело становится, ну, как некий панцирь. Мышцы у человека создают ему ощущение, ну, какой-то зажатости. Вот очень часто это проявляется в болезнях позвоночника. Так называемое болезненное мышечное уплотнение, когда человек говорит, вот болит спина, болит грудной отдел, поясничный отдел позвоночника. Очень часто. Головные боли. Головные боли не специфические. То есть, не болит конкретно лоб, виски, затылок. Головная боль по типу шапочки, по типу сдавления. Вот вся голова болит. Постоянное повышенное давление. Это ощущение какой-то нехватки воздуха, не может вздохнуть полной грудью. Резко бросает в холод, резко бросает в жар. Когда какое-то ощущение так называемой гиперчувствительности, пугается, громких звуков, замечает, что резко закрытая дверь, резкий звук на улице, человек сдрагивает, но никогда такого не было. Это тоже проявление напряжения и тревожности. Конечно, необходимо следить за сном. Сон нарушается при тревоге значительно. Это фаза засыпания. Человек жалуется на то, что до часа, до двух, до трех, чуть ли не до утра не может заснуть. В подобных состояниях хуже всего себя чувствуют так называемые декретированные группы. Это дети-подростки. У них адаптационные способности еще не развиты. Они еще не умеют каким-то образом, ну скажем так, бессознательно, рефлекторно справляться с ситуацией. Они туда могут погрузиться, эмоционально вовлечься. И у них проявление как раз тревоги. Это раздражительность, вспыльчивость, гневливость, агрессия, некая такая неуправляемая. Или наоборот уход в себя. Родители обязательно должны обратить внимание и специалистам проконсультироваться. Человек может это терпеть и выходить из этого состояния неделю-полторы-две. Но если это каждый день и больше, чем 2-3 недели, дальше человек может свои механизмы адаптации потерять и истратить. И ресурсы его необходимо будет восстанавливать. В том числе медикаментозно, психологически. Психотерапевт, психолог это могут сделать. Поэтому ни в коем случае не стесняться, ни в коем случае не забывать о том, что психолог, психотерапевт в современном мире это постоянный спутник. А психолог, психотерапевт научат человека справиться с теперешней ситуацией и не впадать в состояние тревоги в будущем.